Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» завершился в Чебоксарах. В течение нескольких дней мастера декоративно-прикладного искусства со всей страны проводили мастер-классы и представляли свои уникальные полотна на выставке в Чувашском государственном художественном музее. Подробнее рассматривали вышитые карты регионов Ольга Пырочкина и Борис Андреев. Это наш оператор Борис Андреев. Даже он не смог устоять за камерой и решил поближе рассмотреть вышитую карту Санкт-Петербурга. Это одно из более чем 70 уникальных полотен выставки-фестиваля. Он стал продолжением проекта «Вышитая карта России». Тогда свои регионы мастерицы вышивали в едином масштабе. В этот раз ограничений в творчестве практически не было. Меня все задают вопрос, а почему черный фон? Единственная карта на черном фоне. Потому что это символ нашего воронежского чернозема. У нас очень многонациональная область и мы взяли вышивки традиционные основных наших народов. Здесь всего 9 вышивок. Это русская, татарская, мордовская, чувашская, армянская, еврейская, азербайджанская, узбекская и таджитская. Самое сложное в таких репортажах для съемочной группы – остановиться, снять и рассказать хочется про полотно каждого региона. Выбрать фаворита не смогла и министр культуры Чувашия Светлана Каликова. Зато, судя по всему, она определилась, где проведет отпуск. Вставайте у Байкала. Это авторская работа. Она обладает сильной энергетикой всей нашей территории. Загадав желание – хочу побывать на Байкале. Оно обязательно сбудется. Так, это ритуал. Закрываем ручкой, глазки закрываем и мысленно думаем. Не говорим слух. Мысленно думаем. Хочу побывать на Байкале. Это обязательно сбудется. Мастерицы республики Саха-Якутия отразили на карте экономическое развитие региона. Здесь, например, каскад Вилюшских ГЭС первая в мире гидроэлектростанции на вечной мерзлоте. А еще в этом самом большом регионе России с самой низкой плотностью населения этим летом родился миллионный житель. В честь этого глава Чувашии Олег Николаев попросил мастеров передать родителям подарочный набор. Такие получают новорожденные жители Чувашии. Пока одни мастера представляли свои полотна, другие в это время проводили мастер-классы в музее Чувашской вышивки, мы попали на Владимирский верхошов, нарядную промысловую вышивку. Это будет игольница маленькая, но с кучей приемов, которые передала нам Владимирская вышивка. Изнанка она вот такая вот, ничего нет. То есть рисунок идет по верху, поэтому и верхошов. Педагог из Санкт-Петербурга Екатерина Хохлова преподает в онлайн-школе вышивки. Говорит, в последние годы популярность этого занятия растет. С каждым годом все больше и больше вышивающих женщин. К нам присоединяются даже мужчины. Сейчас можно в медиапространстве встретить вышивальщиков, которые не стесняются говорить и заявлять о том, что они мужчины и не вышивают. Флагманским мероприятием фестиваля стала Большая вечерка на Красной площади или по-чувашски Улах. Улах – это старинные чувашские обычаи, когда девушки собирались вместе и вышивали. Приданы на свадьбу ли одежду для будущих малышей, вплетая в вышивку различные знаки и обереги. Во время Улаха наши мастерицы научили своих коллег из других регионов вышивать чувашское солнце. Так как у нас в Чувашии три солнца, мы были, есть и будем. Один элемент мы хотели сегодня научить. Сколько вышитых чувашских солнц теперь будут светить по всей стране, сосчитать не удалось. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Борис Андреев, Республика.